Всем здравствуйте! Сегодня хочу с вами поделиться вот таким красивым узором сельва. Впервые этот узор я встретила в журнале КНИЦ за 2007 еще год и была связана юбочка сельва. В моих группах вы очень часто писали, что как-то не получается вам связать вот этот узор по схеме. Вот я и решила, чтобы мы с вами связали его вместе, вот это по видео, каждую строчку схемы. Итак, согласно схеме, вот это его лицевая сторона. Вот это его изнаночная сторона, то есть фактически вот этот узор сельва получается по изнаночной стороне. Для вязания узора набираем количество петель кратно 10, плюс 9 петель для симметрии и плюс 2 кромочных петли. Итак, я набрала на спице 31 петлю, а также провязала 1 ряд изнаночными петлями. Теперь буду вязать первый ряд самой схемы. Мы набирали скромочными петлями, поэтому первую петельку снимаем. Далее провязываем 1 лицевая петля и будем прибавлять изнаночную петлю. Для этого левой спицей поднимаем ниточку из протяжки. Она получается у нас правой стенкой назад, левой стенкой вперед. Провязываем ее изнаночной петлей за левую стенку, которая спереди. Мы получили скрещенную изнаночную петлю. Далее мы вяжем еще 2 изнаночные петли и считаем эти петли петлями до рапорта. Теперь мы начинаем вязать сам рапорт узора. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Затем вяжем 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. А со следующей петли нам нужно сделать 3 петли. Для этого правую спицу мы вводим не в петлю, а вот сюда, в петлю на 1 дек ниже. И вывязываем отсюда первую петлю. Затем саму петлю провязываем лицевой, это вторая петля. И снова вот это отверстие, вот так его лучше левой спицей поднять, вводим правую спицу снова в это отверстие и провязываем третью петлю. Получили 1, 2, 3 петли и с одной. Далее вяжем еще 3 изнаночных петли. Вот это все есть рапорт узора. Нам нужно его повторить. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 3 изнаночных петли. Со следующей петли будем вязать 3 петли. Для этого вводим спицу на ряд ниже, провязываем 1 лицевая. Саму петлю провязываем лицевой, еще раз 1 лицевая, с это же в отверстие. Далее 3 изнаночных петли. Это петли 2 раппорта. И у нас остаются петли после раппорта. Провязываем их как 3 петли вместе изнаночной петлей. Затем 2 изнаночных. И прибавить изнаночную петлю. Снова левой спицей поднимаем ниточку, так что левая стенка к нам. И провязываем ее за переднюю стенку изнаночной петлей. Затем 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. Это был первый ряд по схеме. Поворачиваем работу. Вяжем второй ряд по схеме. Во втором лиду петли будем вязать по рисунку. Для этого кромочную петлю снимаем. Первая петелька у нас изнаночная петля. Затем у нас подряд 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затем вот эти 3 петли, которые мы провязывали из одной, провязываем как 3 изнаночных петли. 1, 2 и 3. Снова вяжем 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 3 изнаночных петли. 1, 2 и 3. Затем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Заканчиваем изнаночная петля и кромочная также изнаночной петлей. Готовый второй ряд узора. Теперь будем вязать третий ряд схемы. Итак, сняли кромочную петельку. Вяжем 1 лицевая петля. Затем будем прибавлять петлю с наклоном вправо. Прибавляем ее как лицевую. Поднимаем ее на левую спицу и провязываем лицевой за левую стенку, которая спереди. Получили прибавленную лицевую петлю с наклоном вправо. Далее вяжем 2 изнаночные петли. И это у нас петли до раппорта. Начинаем вязать сам раппорт. Итак, раппорт состоит из 3 петель, которые провязаны вместе изнаночной петлей. Далее 2 изнаночных петли. 1, 2. И следующую петлю будем провязывать лицевой. Центральную петлю между 2 лицевыми петлями провязываем 3 петли с одной. Вводим правую спицу, вот эту, на один ряд ниже. Провязываем лицевую петлю. Затем саму петлю лицевую. И еще раз лицевую петлю на один ряд ниже. Получили 3 петли и с одной. Затем еще 1 лицевая. И 2 изнаночные петли. Это раппорт узора. И нам нужно его снова повторить. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. И снова правую спицу на один ряд ниже. Это 3 петля. Далее 1 лицевая. И 2 изнаночные петли. Это был второй раппорт. Теперь петли после раппорта. Провязываем 3 петли вместе изнаночной петлей. Далее 2 изнаночных петли. И нам нужно прибавить 1 петлю с наклоном уже влево. Это классическое прибавление. Поднимаем ниточку. Так что правая стенка к нам влево и назад. И провязываем лицевую за заднюю стенку. Получили скрещенную лицевую петлю с наклоном влево. 1 лицевая петля и кромочную провязываем вместе изнаночной петлей. Это был третий ряд. В четвертом ряду петли будем провязывать по рисунку. Кромочную петлю снимаем. Начинаем у нас здесь 2 изнаночные петельки. 1, 2, затем 5 лицевых петель. И таким образом вяжем до конца ряда. У нас 2 изнаночные. Это по рисунку. И кромочная также изнаночной петлей. Это был четвертый ряд. Приступаем к вязанию 5 ряда. Снимаем кромочную петельку. Вяжем 1 лицевая. Затем прибавляем петлю с наклоном вправо. Также левой спицей поднимаем ниточку из протяжки. И провязываем ее лицевой за переднюю левую стеночку. Получили скрещенную петлю с наклоном вправо. Далее 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Вот это 5 лета раппорта. Далее начинаем сам раппорт. 3 следующих петли провязываем вместе изнаночной петлей. Затем 1 изнаночная, 2 петли лицевые и центральная лицевая петля. И с нее провязываем 3 петли. Правую спицу вводим в саму петлю. Провязываем ее лицевой. Саму петлю лицевой. И снова с этого же отверстия провязываем еще раз лицевой. Получили 3 петли с одной. Далее 2 лицевые петли и 1 изнаночная петля. Вот это раппорт узора. Будем повторять. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 1 изнаночная, 2 лицевые петли. Со следующей петли провязываем 3. У них правая спица на ряд ниже это 1 петля. Саму петлю это 2 петля. И снова в это же отверстие провязываем 3 петлю. Далее 2 лицевые петли и 1 изнаночная петля. Готовый второй раппорт. И далее петли после раппорта. Это провязываем 3 вместе изнаночной петлей. 1 изнаночная, 1 лицевая петля. И прибавить петлю стоклона влево. Для этого правой спицей подхватываем ниточку. И провязываем лицевой за заднюю левую стенку. Затем 1 лицевая и кромочную. Провязываем изнаночную петлю. В жестом лиду снова вяжем петли по рисунку. Кромочную петельку снимаем. Затем 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 7 подряд изнаночных петель. И так вязать лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночным до конца ряда. Далее начинаем вязать седьмой ряд. Кромочную снять. 1 лицевая. Прибавляем петлю с наклоном вправо, как раньше. Далее вяжем 2 лицевые петли. И это петли до рапорта. Начинаем вязание рапорта. У нас осталось 3 изнаночные петли в секции. Мы их провязываем 3 вместе изнаночной петлей. Далее мы вяжем лицевыми петлями 3 лицевых. Это получается петли до центральной петли. Центральную петлю мы вяжем 3 с одной. 1 раз на ряд ниже. 2 раз в самую петлю. И 3 раз снова на ряд ниже. Далее 3 лицевые петли. И это и есть раппорт узора. Повторяем 3 петли. И провязываем вместе изнаночной петлей. 3 лицевые петли. Провязываем 3 петли с одной. 1 раз на ряд ниже. 2 раз лицевая. И еще раз лицевая на ряд ниже. Далее 3 лицевые петли. И это закончили второй раппорт. Петли после раппорта. Это 3 вместе изнаночной петлей. Затем вяжем 2 лицевые петли. Прибавляем петлю с наклоном влево. 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. Это был 7 ряд узора. Итак, мы дошли до 8 ряда. В 8 ряду будьте внимательны, так как все четные ряды вязались по рисунку, но 8 ряд не вяжется по рисунку. А выполняется следующим образом. Снимаем кромочную петельку. Вяжем 1 петлю изнаночной петлей. Затем вяжем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Хотя эти петли у нас повернуты как изнаночные. Вот эта петля, что повернута лицевой, мы провязываем ее наоборот изнаночной петлей. Это петли до рапорта. Рапорт узора вязать как 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых. И вот эту петельку провязываем изнаночной петлей. Готовый рапорт. Повторяем. 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная петля. Петли после рапорта вяжем как 3 лицевые петли. 1 изнаночная. И кромочная, также изнаночная. Это был 8 ряд. Будьте очень внимательны в этом ряду. В 9 ряду наш рисунок будет смещаться по симметрии. Снимаем кромочную петельку. Вяжем 1 лицевая петля. Затем следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 2 вместе изнаночной провязали. Далее вяжем 1 изнаночная петля. И это петли до рапорта. Рапорт начинаем вот с этой петли, которую провязываем 3 с 1. Вводим правую петлю на 1 ряд ниже. Вывязываем 1 петля. Вывязываем 2 петлю. И снова в это же отверстие вводим и вывязываем 3 петлю. Получили 3 с 1. Далее мы вяжем 3 изнаночных петли. 1, 2 и 3. Далее вяжем 3 вместе изнаночной. То есть следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Затем снова 3 изнаночных. Вот это и есть рапорт узора. Повторяем. Со следующей петли провязываем 3. Это 1 на 1 ряд ниже. 2 сама петля. И 3 снова на 1 ряд ниже. Далее 3 изнаночных петли. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Снова 3 изнаночных петли. И это был второй рапорт. Теперь петли после рапорта. Со следующей петли провязываем 3. 1, 2 и 3. Далее вяжем 1 изнаночная. 2 провязываем вместе изнаночной. 1 лицевая и кромочная провязываем изнаночной. Готовый 9 ряд. Приступаем к вязанию 10 ряда. Кромочную петельку снимаем. Вяжем просто петли как они смотрят. Изнаночные над изнаночными. Вот точно это у нас изнаночные, лицевые над лицевыми. Теперь вяжем 11 ряд. Кромочную петельку снимаем. 1 лицевая. 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. И 1 лицевая. Это петли до рапорта. Начинаем вязание с рапорта. Из вот этой петли, что провязать 3 из одной. Провязываем 3 петли с одной. Затем 1 лицевая. Затем 2 изнаночные петли. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Далее 2 изнаночных и 1 лицевая. Вот это был рапорт узора. Повторяем. Со следующей петли провязываем 3. Затем 1 лицевая. 2 изнаночные петли. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 2 изнаночные петли. 1 лицевая. Остались у нас петли после рапорта. Провязываем их как со следующей петли. Вяжем 3 петли. 1 лицевая. 2 вместе изнаночной петлей. 1 лицевая петля. И кромочные провязываем изнаночной петлей. Это был 11 ряд. Вяжем 12 ряд по рисунку. Его так же не буду показывать. Потому что вяжем просто петли как они смотрят. Изнаночные над изнаночными. Вот начинается у нас изнаночные. Лицевые над лицевыми. Снова изнаночные над изнаночными. Лицевые над лицевыми. И так до конца ряда. Далее у нас 13 ряд. Кромочную петельку снимаем. Вяжем 1 лицевая. Затем следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Наклоном вправо. Далее у нас 1 лицевая. И это петли до рапорта. Начинаем вязание с самого рапорта. Следующую петельку провязываем 3 раза. 1 раз лицевой на ряд ниже. 2 раз просто лицевой. И 3 раз снова лицевой на ряд ниже. Далее мы вяжем 2 лицевые петли. И вот эти петли. У нас 5 изнаночных осталось. Это 1 изнаночная. Затем 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. И еще 1 изнаночная петля. Затем 2 лицевые петли. Это был рапорт узора. Повторяю. Следующую петельку провязываем 3 раза. 2 лицевые петли. 1 изнаночная петля. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 1 изнаночная. 2 лицевые петли. Остались петли после рапорта. Это со следующей петли провязываем 3 петли. 1, 2 и снова на 1 ряд ниже провязываем 3 петлю. Затем 1 лицевая петля. И убавление с наклоном влево. Снимаем петлю. 1 лицевая. Накинуть снятую петлю на провязанную. Затем предпоследняя лицевая. И последняя кромочная изнаночной. Это был 13 ряд. 14 ряд. Снимаем кромочную петельку. И вяжем изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми до конца ряда. Вяжем 15 ряд узора. Снимаем кромочную петельку. 1 лицевая. Затем 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. И еще 1 лицевая. Это петли до рапорта. Рапорт начать. Из петли, которую провязываем 3 с 1. Провязываем 3 петли из 1. Затем у нас 3 лицевые петли. В изнаночной секции осталось только 3 петли. Их провязываем вместе изнаночной петлей. И снова 3 лицевые петли. Это был наш рапорт узора. Повторяем. Со следующей петли провязываем 3. 1 лицевая на ряд ниже. 1 лицевая и снова лицевая на ряд ниже. Далее 3 лицевых петли. С изнаночной секции это 3 в мягче. И изнаночной петлей. И 3 лицевых петли. Петли после последнего рапорта вяжем. Это 3 петли из 1 петли. 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Сняли петлю. 1 лицевая накинуть снять и петлю на провязанную. Затем 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. Готовый 15 ряд. В 16 ряду, как и в 8, мы петли будем фактически провязывать наоборот. Снимаем кромочную петельку. 8 петель провязываем лицевыми петлями. Вот они у нас изнаночные. Мы их провязываем лицевыми петлями. И вот это что лицевая провязываем изнаночной петлей. Далее повторяем раппорт из 9 лицевых и 1 изнаночной петли. И в конце у меня снова 8 лицевых петель. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одной изнаночной петлей и кромочной провязываем изнаночной петлей. Готовый 16 ряд. Вот это мы провязали 1 раппорт узора. Вот одна сторона. И вторая. Если смотреть на схему. Так вот эта сторона по схеме с лицевой стороны. Вот эта с изнаночной. Мне изнаночная, если честно, больше нравится. То есть вы с вами себе выбираете, какая у вас лицевая сторона, какая изнаночная. Далее узор вязать с первого ряда. Спасибо большое. С вами была школа вязания Наша Пряжа.